ТВ-5. ТВ-5. Вот. Он у меня есть в пакете Ахата, он есть в пакете НТВ+. То есть, они тратят большие деньги на то, чтобы перевести оперативку. Но, к сожалению, эти с переводами фильмы идут вечер, ночь, почти ночь. Чем это связано, я ничего не хочу сказать. Вот. То есть, я благодарен тому, что это общедоступный канал, и мы показываем фильм, и там эмблема будет этого канала. Вот. Который... Я понимаю, что ты знаешь, что это... Толерантный. Я же тюбетей кладил. У нас сегодня рассказ о националистах, да? Этих, как он называется, западных. Но у меня одежда тоже русского националиста. Вот. У меня черная одежда, да? А чтобы меня не обвинили в национализме, я одел тюбетей. Отличный. Вот. Так что, все у меня здесь замечательно. Здесь крестик лисит, потрясающий. Все это я могу вам. Все это, в принципе, это жарко. Вот. Поэтому, я могу сказать вам. Как человек, к сожалению, не пришел один из сильных, ярких националистов нашей японии, Борис Миронов. Может быть, он будет на следующем. Вот. Он не мог, не мог. Он очень хотел прийти. Это безумно интересно. Вот. Он будет, скорее всего, на следующем заседании. Поэтому вопросы оставьте для него. Он эту картину посмотрит. Вот. И самое существенное, и самое важное. Мы находимся в преддверии 4 ноября. И нас будут, всех, кто смотрит российские каналы, запугивать русским маршем. Так вот, вы здесь, в этом фильме, увидите франшузский марш. Люди, которые отстаивают свою нацию, увидите марши других европейских стран. И вы сможете сравнить. Так. Просьба. Ко всем. Отключите телефоны. Вот. Отключаем телефоны. Звук, по крайней мере, можем включить на обсуждение. Ну что, пускайся. Ужасного просмотра. Кто скажет? Вы скажете свое первое впечатление. И оно не важно будет, назовем, чисто эмоционально. Так, пока. Нет, вы потом скажете. У вас первое впечатление какое от фильма? Там прерывалось, это понятно здесь. Скажи. Я бы не смогла это поменяться. Не смогли бы, да? Вам что-то? Чем заниматься? А чем? Здесь, по главному, конечно, в этих политик. Ну, а зачем ходить в политику? Просто надо проголосовать. Это вход в политику, если бы взять, подумать и проголосовать. Хорошо. У вас какое ощущение? Ну, первичное такое ощущение. В общем-то, те мысли, которые они озвучивают, я с ними солидарна. В какой-то степени. Потому что, может быть, в глубину хопа, конечно, можно покопаться в чем-то. Но на поверхности, конечно, все это близко. То, о чем они говорят. Ну, и женщина красивая. Да, да, да. Это ж не Лизулина. Она, кстати, тоже, можно сказать, что... Да, можно, можно сказать. У вас какое ощущение? Я тоже, наверное, соглашусь. С чем? Согласитесь. С этими женщинами, с их поступлениями, с возмещением деньги, что они отдают какую-то свободу женщине, я не знаю. И они поднимают те самые вопросы, которые когда-то поднимали феминистки. И продолжают, можно сказать, их путь. Но, с другой стороны, я не согласна, что они так яростно выступают в этих условиях. Карина, Карина, а чего вы, я не знаю. Вы снимаете или не снимаете? Я не знаю. Замечательный человек. А что по поводу ислама вы сказали? А, ну, я не согласна, конечно, что они вот так вот... Ну, женщины, которые исповедуют ислама, они считают, что данная религия самая правильная. Они же, наверное... Ну, они рождаются в этой стране, они приезжают потом во Францию, в Бельгию. И почему? Они же никому ничего не навязывают. Неправда. Это я вам скажу, как человек, который был в Сорвее. А я вам скажу, как человек, который был в Сорвее. Простите, да. Да, вот это, вот это учение, это... Они-то лучше знают нас. Вот, может, поэтому... Они лучше нас знают в своей проблеме, да? Ну, там же в фильме Ясна Марина сказала, что есть ислам, есть исламизм. Не надо путать эти понятия. Аглазм случайно. Но в любом случае, в любом случае, это я... Я как раз был на ролике. Вы тоже были. Да, вот вы тоже были. Вы понимаете, что это все не так просто. Очень непросто. Да. Хорошо. Я рад вас видеть. К сожалению. И одновременно с этим они как бы подъедут в неравиство. То есть, допустим, некая там претензия на то, чтобы быть полноправным с мужчиной, чтобы вступать в политики, но уже в своем наличии, да, там. И одновременно, как бы, другие конфликты, они, по-моему, вступают за неравиство. И, то есть, фильм там же про некольцемерие, да, то, что... Ну, сейчас очень долго... Давай не только на это, интересно. Про некольцемерие, мне кажется, про то, что люди, как бы, выступ... Как бы, трибуна предназначена, вроде, как задумываясь, это политическая трибуна, то есть, вот, про парабы одних идеалов, а на самом деле, используются немножко под руку других, и по мотивации там, другая, разная, вот. И, очевидно, присутствует здесь позиция, вот, ну, нет, по поводу темы, очевидно, присутствует позиция, такая, как бы, лица еще, скорее, вот. Позиция авторов. Автор, да. Автор. Авторов, да. А вы с ними не согласны? Ну, скорее, согласны. Я считаю, больше космополизм в этом плане, вот, и даже кадрами там присутствует, что показывают, когда там фон, как они втроем, там, в лифте, вот, в общем, как визуально даже откладывается. Ну, мне кажется, что в документальных фильмах все-таки должна быть позиция, потому что она так или иначе есть, потому что режиссер, в любом случае, выбирает определенную последовательность кадров. Ну, они, они есть создатели фильма, они в титрах, есть создатели фильма. Это трое молодых людей. Я имею в виду, что если, как бы, режиссер документальный фильм, в любом случае, как бы, посредством того, что выбирает определенную последовательность, даже кадров, он в любом случае уже, как-то, и таким образом выражает некое свое мнение. Получается так, что если он, фильм, он дальше не продолжит развитие своей некой персональной идеи, ну, как бы поставить немножко зрителей, ни с чем. А на то, чтобы фильмы были такие более бездельные, ну, это есть, наверное, новостные ленты, там, новости, то есть, между другими, да. То есть вы за то, чтобы авторы проявляли как можно активнее свою позицию? Ну, я не знаю, как можно активнее, но хотя бы там, хотя бы проявляли. То есть добавляли что-то, кроме последовательности кадров, в котором они и так проявляли. Ну, они добавляли. Да, они добавляли. Они по-французски мягко, аккуратно, но они их позиции чуть не дали. Мне фильм понравился, я бы так сказала, с идеей, даже, я больше, скорее, согласна, потому что, ну, я космополит. Вот. Ну, они космополиты, да. Они же рассказывают, что они со своими разными судьбами. Да, да, да. Ну, то есть, собственно. Ну, это, как, какой выбор сделают, это сделают конкурсы, правильно? Да, как бы, поддержать или нет эту идею, там, автор, потому что такая частность. А вот не авторов, а вот политиков вы бы поддерживали, эти идеи, будучи, живя в Бельгии? Мне сложно, мне сложно представить, но вот, по крайней мере, какая ситуация сейчас в России, там, в какой-то степени, немножко приклюкающаяся, меня не смущает, вот, ну, смущает. Нет, я хочу найти какие-то другие компромиссы, мне кажется. Вы же ли это в приличном районе? Да, ну, я думаю, в приличном районе, да, просто, как кажется, здесь не совсем в хвостном присутствии. То есть, не в берегу? Нет, не в берегу, но я просто, как кажется, не в этой хвостности проблема просто. То есть, изначально вы ее сами, по сути, создали, а теперь, как бы, ну, обменяем тех людей, кто объективно воспользовался ситуацией просто. Ну да, да. Какое у вас вещей? Давайте, руку, руку давайте, все. Все, спасибо вам за... Вам это было интересно, вы сегодня пришли? Да. Не жалеете? Нет, я не жалею. Второй раз вам этот фильм не покажут. Хорошо, сейчас это все работа мне понадобится, и... Давай, если всего вам доброго. Косеешка довольно правильно сказала, но, понимаете, есть еще такое понятие, у вас, закон, да, законы социума, законы экономические, законы там... Они не нарушают закон. Вот, как я как-то, наверное, своему сыну сказала, он был далеко, он учился в Москве, а я не в Москве, да, и он говорит сейчас по телефону, ну, надо учить философию. И учи. Он говорит, не хочу. Я понимаю, что в угол не поставишь, что в угол не поставишь, что в угол не поставишь, надо сказать, другие люди, да. Я говорю, вот, ты в школу когда-то ходил, и вам рассказывали, что был старина Штейн, ну, придумал законы такие-то праздные, да. И вот два мальчика Алексея, один Алексей ходил в школу, хотя бы мимо этого закона прошел, а другой не ходил в школу. И вообще старина Штейн мог и не родиться, и не открыть этот закон, но он все равно работает. Вот смешно, как бы... А где он работает, закон Эйнштейна? У нас здесь в окружающей жизни работает закон Эйнштейна. Законы Эйнштейна работают на очередь больших расстояний. Ну, давайте так, законы есть, которые работают, да? И смешно бороться с тем, что вокруг нас. Смешно отбираться на дерево, которое упало на вашу машину. Можно застраховать автомобиль, и вы получите возмещение в вашу машину. Это как-то и нефига. То есть можно придумывать способ. И смешно бороться с властью, бороться там, допустим... Как бороться с властью? Они разве борются с властью? Вы же, ну, они говорили, власть плохая, и у нас сейчас гораздо несплата. Нет, ну, сейчас мы... Говорили. Да, говорили. Да, говорили. То есть это и фитинение. Мы живем в 21 веке. Они борются политическими средствами. Ну, сейчас-то можно сказать. У нас есть возможность у каждого, да? У самого, вот, ну, не совсем образованного человека, не совсем... Возможность быстрого передвижения по всему миру, да? Сейчас есть... Сегодня он так сказал. Кто это вам так сказал? Самолет сел и полетел? Да, сначала визу получил. А вот французском посольстве, попробуй получить. Вот у них вот этот попробуй. Но, однако, есть люди, которые проникают разными способами на разные территории государства. И мы имеем эту ситуацию, да? И бороться с ней смешно. Нужно... Девушка правильно сказала. Нужно придумывать способы, как взять ситуацию под контроль. Под какой-то... Всегда до обсуждения надо вводить не нужно. Даже до... Как это говорится? Ну, в общем, за то, что... Ну, вы вступили в партию политики, нет? Нет, я в две политики, мне неинтересно. А, это не политики? Мне интересно на том, что, когда молодой человек после метро раздает флэр, ну, вот тебе, и говорит, голосуйте за нашего кандидата. А я говорю, мне не нравится предвыборная программа вашего кандидата. Я понимаю, что он ее не читал. Но он раздает флэр. Нет, мы не приму говорим, он уграл вас. А вы знали, за кого вы голосовали? Нет, неинтересно. Только я начинаю читать, и я говорю, вот эти вот все... Значит, вы не нашли, не нашли такого кандидата, за который вы могли бы выбрать. Ну, можно сказать, что я сильно искала, но то, что есть... Не нашли. Понятно, отлично. Не грозит. Я думаю, у французов более широкий спектр. Ну, у них более... Длинный путь. Расскажите, вот человек сидит, он знает наш реальный и знает французский. Расскажите свое веское слово. Ну, вот через этот фильм, я только что узнал, что это... Женщины, которые сидели вот такие... Ну, то, что Мария Лепановна... Да, я знал, но в Европе я не знал. А, европейские другие... Да, да, я не знал, но это непрекрасные женщины. Я не знал. Красивые женщины, да. И, кстати, это ничуть не помешало и к женственности, их занятия политикой. А так, кто-нибудь еще? Так, здесь у нас есть еще... Кто? Вы видели, смотрели фильм? Видели фильм? Давайте, рассказывайте. У вас очень умное лицо. Вы, наверное, сейчас замечательно сама скажете. Ну, нет, ну, на самом деле проще, если вы зададите мне вопрос. Проще? Значит, вы бы вступили в такую его партию? Будьте правы, нет. Но мне автор фильма просто не нравится тоже. То есть, по-моему, это как бы глупости с одной и с другой стороны. Скажите, глупость, что? Создатели фильма, да? Нет, это очень четкие две системы взглядов. Они сталкиваются. То есть, та система, которую пропагандируют авторы фильма, в том числе, да, абсолютное равенство. А абсолютное равенство, в том числе, женщин и мужчин, которые изначально не равны, а люди, как бы, то есть, эти трое журналисты, в том числе, считают, что каким-то образом политически можно всех сделать равными. То есть, они тоже не правы. И утроправая партия тоже не правы. Ну, то есть, на самом деле, вот эти вот жесткие системы взглядов, которые, сталкиваясь с реальностью, постоянно, постоянно возникают парадоксы, постоянно. То есть, что с одной среди, что с другой. Поэтому, поэтому здесь, на самом деле, вопрос гораздо сложнее, чем кажется автором фильма. То есть, автором фильма... Ой, ему же 20 лет! Вот, мне тоже 20 лет, мне тоже казалось, что все, как бы, очень просто, но, что-то, мне кажется, что, как бы, нет. После последних пары лет, мне кажется, что все очень непросто. Это непросто. То, что непросто, это всем понятно. Но, вот, это, как бы, это... Хорошо. Постоянный посетитель клуба. Человек, который, знаете, когда вы пропускали? Давайте, скажите, скажите свое мерское слово. Ну, я бы не вступила, я бы не вступила. Хорошо, вы не вступили. Но фильм вас обогатил немножко зданием европейской действительности? Да, обогатил. Но, вот, то, что творится в России, то, что творится в Европе, Ру... Но у нас нет таких партий. У нас нет партий, да. Но у них нет таких партий, которые есть у них. Они могут выбрать такую партию, а мы ее не можем. А у нас есть просто та же проблематика. У нас да. Проблематика, да. Но на уровне политического решения, если мы говорим сейчас... МДПР. МДПР чем? Ну, это миф, это не партия. Ну, что, мы уверены, что все партии, которые показывают... Я говорю о том, что это просто у французов... Ну, я не знаю, у норвежцев еще, мне кажется. Но я сейчас не политолог. Я говорю о том, что... Вот мы смотрим фильм, который, я считаю, что просто сделан замечательным. Вот. Они навязывают свою точку зрения, но очень корректно их навязывают. По-моему, они совершенно не навязывают. Ну, там и нет, вот так. Мне кажется, что они очень здоровы, как бы... Здорово. Вращаясь к теме, ну, как заявлены по дискуссии, они очень правильно делают, что они ее артикулируют, ну, обозначают свою позицию, но при этом они не пользуются, как девушка в праздниках ушла, они не пользуются какими-то приемами режиссерскими, да, для встраивания, подстраивания кадров, да, и материала. По-моему, они не думаются, да? Да, потому что они, в общем, показывают, действительно, ну, как многие из нас, да, вы посмотрели фильмы, скажут, да, созвучат те эти взгляды, которые здесь показывают, да, но при этом авторы как бы вступают против этих взглядов, они об этом, честно говоря. Ну, они дают возможность выставить. Да, они, в общем-то, совершенно правильно все делают. Ну, это такая журналистская работа во многом, и никаких проблем я здесь не вижу. Вот здесь вот, здесь есть школа журналистики, которая не обладает, ну, к сожалению, здесь нет человека, который преподает журналистам. Иногда это вызывает сильное сомнение, а здесь очень удивительная, мягкая школа. Ну, это французы, которые дают возможность всем высказаться. Это стиль нации, стиль, это мы даем высказаться только тем, кого мы поддержим. Хорошо. У вас. Вы первый раз сегодня пришли. Так. Все, рассказывайте. Куда же вы попали? Какое ощущение от фильма осталось? Ну, понравился фильм. Фильм понравился. Хорошо, давайте вернемся к идеологии. У нас заявленная идеология. Что мы с вами говорим? Что вы привыкли, русские люди, вы привыкли, что нам долбят эту мысль, сверх-сверх задачу, так называемую, долбят по отношению к русскому фильму. Вы готовы такой фильм с удовольствием смотреть? И вам не навязывают еще точку зрения? Поэтики навязывают, они навязывают вам. Но это не автор фильм. Что вы, вот такой стиль документального кино, вам симпатичен? Симпатичен, конечно. Так, хорошо. Можно я скажу? Нет, 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 нет. Нет, 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 расскажите ваше, ваше ощущение. Ну, фильм вызвал, то есть не смешно, а все так? Нет. Нет, ну, мы разделяем политические взгляды, о чем говорится, и разделяем стилистику фильма. Давайте так. Нет, это что не навязывает мне, мне это понравилось. Что как бы так параллельность проходит. Ага. Ну, вы как бы их позицию не одобреете? Нет, ну, если одобреет, может, как-то, где кури, мясо, например, вот, как доносно, если все доносно, то можно оставить, и доносит людей то, что так-то никого... Интересный этот вопрос. Если бы в немецкой аудитории это было, там это принято. Доносит, там, это не, они не считают доносным. Они боятся за чистоту своего двора, за чистоту своего подъезда, за честность. И у нас так принято, и честность. Так что это, это все вопросы. Да, менталитет. Да, менталитет. Вот, это не раз, конечно. Это идеальный случай, потому что наши водители, пенали машиной, как германией, через луку больше нас. Ага. Всего, собственности. И вот они в Германии проехали поворот на Польшу. Автобан, много полос в одну сторону. Угу. Подъезжают полицейские. Здравствуйте, что у вас случилось? А они говорят, моя твоя не понимает, дорогу не знаем, потерялись. Он звонит куда-то, а те же думают, ну все, сейчас разденут, разуют, вообще ничего не остается. Он звонит куда-то, приезжают еще две машины полиции, полиции, а цепляют где-то волосы, провожают их до Польши и говорят всего хорошего. А у них вот эти рации, они между собой всю дорогу трещают. А я говорю, мы всю Польшу проехали молча, мы были обескуражены. Да, а не докладывали о том, что что-то случилось. Вот кто-то позвонил в полицию, приехала в полицию и помогла водителям. То у меня была реальность, что в Ростове-на-Дону меня остановили минуты, в 3 часа в отчестве нет, в голове он, я немножко заплудилась, они хотели с меня денег. Я говорю, как вас зовут? А он мне говорит, да не там, не ошибетесь. Тут я рассредела, если честно, покажите его воскресенье. Он показал мне воскресенье, я прочитала имя, отчество, обратно к нему по имени отчеству. Он мне так что-то на человеку говорит, вы знаете, сотрудники ПТД обязаны показать водителю, то есть он доводился в дорогу, он расправил плечи, он почувствовал себя при исполнении. То есть если бы я ему просто дала денег, он бы так и устался дабидонтом, а так он на минуту как-то в вас выселся. Это замечательный рассказ, Ольга Сергеевна, ну-ка, давайте ваши. Вы эту картину видели, совсем не видели. Ну-ка, скажите. У меня, к примеру, ключевой фраза, которая обратила нас внимание, это то, что, ну, немножко я на дискуссию в другую сторону. Ну, патриотизм, что-то, ну, патриотизм идет от сердца и от чувств. Мне вот эта фраза очень понравилась. Совсем современная. Ну, не то, что современная. Прямо в думе будут по поводу патриотизма разбираться. Да, там то есть, что-то, 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 учить. Понимаете, учить. А здесь человек говорит, что идет от сердца. То есть, а от сердца, в общем, не прикажешь. Не прикажешь. Да, патриотизм у нас существует, будет замечательный закон, который, значит, патриотизм будет ровнее. А если нет патриотизма, то ты экстремист. О, как хорошо. Вот, замечательный закон. Это просто замечательно. Это просто... Теперь, если ты не идешь под бело-красно-синем знамением, а идешь под бело-черно-желто-белым, то, значит, ты уже не патриот, значит, ты экстремист. Я думаю, что, скорее всего, для этого и сделано. Так, теперь мужчины вступают, мужчины, задавленные женщинами, политиками. Так, кто из мужчин? Ты видел картину? Хорошо. Так, я вам рассказываю про тех людей, которые вот приходят, приходит фрагмент, смотрят или еще что-то. Знаете, у нас такой был режиссер Станиславский. Я говорю французам, он наверняка не знает. Станиславский, это мэтр, давно уже помер. Все. И вот, значит, этюд, он говорил, еще, как сказать, про капитализм, я говорю, вы являетесь вкладчиками банка. Все бегают, так, значит, подсчитывают проценты. Ну, как мы, те, кто сейчас там играет на бирже или покупает, продает валюту. Они прописывают, бегают, 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 бегают. Он говорит, новые предлагаемые обстоятельства. Ваш банк лопнул. А, пчела, ай, ужас, падается за сердцем, еще что-то. А он такой знаменитый был, как актер Качалов. Пощеревалочку. А он, Филипп, покуривайтесь. Тогда еще не было борьбы с курением, не было так. У переросечку покуривали. Станиславский, знаменитая фраза, кричит, не верю. А тот говорит, а у меня деньги в другом банке. Это же у вас деньги в другом банке. Вот. О чем бы еще кто-то, мужчины, вот я чувствую, вы, вот у вас есть точное мнение, все заявить. О чем именно? О фильме, конечно. О фильме мне понравилась очень постановка «Проблемы». Ну, то есть, авторы обратили внимание, что почему-то, да, такое явление появляется, что близкие правы партии, главное к женщинам. Я, допустим, это, ну, я знал, да, конечно, про Липе, если про нее это я слышал, а вот про другие партии в Европе я вот этого не знал. Оказалось, что это массовые явления? Ну, да, что это какое-то, в общем, систематическое проявление. Но при этом, в общем, у меня такое отношение к таковым партиям. Хотя, вот, мне интересно, что, как говорят, в какой-то стране эта партия, в общем, да, является правящей. Но мне все же, когда я смотрел, вспомнилась история о том, что когда Липарийская партия в Англии, она все же создавалась как рабочая, такая стихотическая, и, значит, они за республику и все такое, и вот тот момент, когда они впервые выиграли выборы в парламент британский, в общем, руководитель этой партии, несмотря на то, что день до этого, то есть такой пролетариат и так далее, на следующий день, когда он победил и стал премьер-министром, он приседнул, в общем, королю. И мне кажется, что такие же партии, если они, допустим, побеждают в Европе, они неизменно уходят от тех взглядов, которые они пропагандировали. Но вот когда они болтались между 10% и 20%, они все же попадут в такое более гиберальное и консервативное русло, более... Ну, вроде бы и не было, ну, естественно. То есть, тогда как работает европейская система, наверное, все же. То есть, держат противовесы, поэтому это явление, это явление все же, на мой взгляд, само явление таких партий, таких движений, такие своеобразные антитела, наверное, которые реагируют на существующую проблему и ее так аккумулируют, да, высказывают, набирают какую-то массу для того, чтобы ее как-то начали решать. Но как вот действительно какая-то работа, ну, сила, которая готова совершить эти действия и проводить какую-то политику, и я сомневаюсь, что это реальность. Хорошо. По поводу, вы сказали, по поводу Европы, да? Вот у нас есть человек, который вот, там, 5 лет прожил рядом с Европарламентом, и иногда выпивал с депутатами в кафе. Вот, Владислав, скажи мнение свое по картине, пока он встает, пока он встает, я с ним прошел от его квартиры, с его балконочка там Европарламент видел. Мы прошли, вот вы не поверите, мы прошли мимо сельского поместья, где были животные, свиньи и так далее. Это все вот рядом с Европарламентом. Это вы даже не можете себе представить. Вот ферма была, ферма, ферма. Вот, заросший канал, там какие-то ворота и так далее, а потом, послышишь, и тут же Парламент проходит. Что он шел мимо, там, в свой деловой офис, вот, бизнес-офис. Но вот он очень много, жил три года, вот, прямо вот в этом колораке европейской демократии. Владислав, расскажи, что ты думаешь об этом фильме? Нет, ну, будут, так сказать, разные вопросы. И пойдите сюда, там люди тебя не видят. То есть, на одной стороне, понравился, не понравился. Нет, ну, ты вообще все, расскажи свое мнение. Фильм очень профессионально сделал, в любом случае. Настоящий документальный фильм, он ставит вопросы, он дает мне конкрет. Вот, это, в общем-то, совершенно естественно со мной стоять. С другой стороны, если мы обсуждаем вопрос, что, так сказать, какую позицию должен занимать режиссер. Я, например, считаю, что и то, и другое возможно. То есть, один режиссер будет более, так сказать, отоделево, артикулирован на свою точку зрения, выражать, причем не обязательно ее навязывать, просто она, может быть, более рельефно. Другой будет ее выражать через, так сказать, те события и те герои, которые он... То есть, он не сам говорит, а говорят его герои. То есть, в любом случае, я считаю, что и тайна, и какая позиция, она возможна. В данном случае, она, может быть, более, так сказать, закадровая. В каком-то другом фильме она, может быть, более агрессивная. Причем, это не значит, что фильм будет хуже. Просто будет, так сказать, другая стилистика. Ну, это значит, что касается качества фильма, да? Да. А что касается, опять же, безусловка проблем, то это тоже, честно, интересно. Потому что цирк – необычный, так сказать, критичный ракурс. В общем-то, я тоже, хотя, действительно, в Европе проработал, прорывал долго. Но цирк, ну, скажем, Франция, она была более, так сказать, на ладони. И, так сказать, маринговый памятник можно было, так сказать, даже в Европе парламенте увидеть. В других странах, ну, тоже будете не задумываться насчет того, что сейчас такая тенденция, когда женщины берут, так сказать, в разное правление. Я думаю, опять же, может быть, это тоже лишь один штрих, потому что женщины и в других партиях тоже, в общем-то, могут оказаться на первых ралях, так сказать, могут, так сказать, не совсем, так сказать, но ракурс сам по себе очевиден. Владислав, расскажите, вот вы чувствуете, что вот это усиление права, радикальных правов блендов идет по возрастающей? Вот за этим, условно, это идет, но я абсолютно согласен с уже высказанной точки зрения, что, тем не менее, если партия, так сказать, не парламентская, становится парламентской, то она, как-то, немножко видоизменяется. И поэтому, наверное, тут тоже происходит какая-то... То есть они используют проблему как инструмент, чтобы выйти по власти, поменять... Но при этом, все-таки, так сказать, зная историю, конечно, я думаю, что надо быть очень осторожным, потому что, конечно, национализм сам по себе, он, в общем-то, достаточно опасный. В любой эго. В общем-то, да. Мы не знаем, что, так сказать, как дальше будут происходить события в Европе. Во всяком случае, может происходить, так сказать, облагораживание какое-то, а может быть и нет. И во всяком случае, так сказать, какие-то эксцессы, они вполне, так сказать, возможны. Но, опять же, фильм нам не дает ответы, знаете, вон, все равно, только их ставим. И тут, как говорится, в общем-то, с одной стороны, в будущем покажут. В одной стороны, в общем-то, фильмы заставляет зарубиться. Но вы скажите мне, пожалуйста, что получается, раз есть такие мнения в европейском сообществе, да, не в европейском сообществе, то у них есть, у них есть возможность политическими средствами эту точку зрения высказывать, правильно? Возможно, такая такая есть, конечно, она, кстати, и у нас есть. Где это? Ну, скажи. У нас своеобразная ситуация, на самом деле. Но тоже некоторые, так сказать, пидеры, так сказать, первоначально, как бы, националистического толка, они становятся немножко другими, так сказать, того, чтобы Данцова посмотреть, в общем-то, по-моему, уже совершенно другой человек, чем, так сказать, может быть, большинство. Но ваша любовь к Данцову у меня известна. Нет, не любого. А, я бы сказал, что я бы не знал, что сейчас он как-то уже, скорее, как гражданности. Я бы, я бы сказал, но про генетические партии, им не дают просто нигде реализовываться, ничего не селиться. Совершенно верно, значит, во всяком случае, так сказать, какой-то канал должен быть, так сказать, между прочим, вот, что касается Крым и Тропы, Франции, в нашей Крым и Луны, которые, я бы, представляю, здесь они еще, но лучше меня, так сказать, все не знают. Но, знаете, есть даже террористические группы, но у них есть, так называемые, как бы, легальные витрины. Ваш сосед ничего не хотел бы сказать? Ты можешь перевести? Простите, хочешь что-то человеку сказать по поводу фильма? Хорошо, что мы показали эту фирму, но не нужно, не стоило показывать французам, таких вот ярких националистов. То есть, если говорить о, так сказать, образе Марину Люпе, то это гораздо более респектабельный образ, чем образ ее отца. Почему? А потому что она речит? Только потому что она женщина, а потому что она по образованию юрист, адвокат, и она, соответственно, умеет держать речь и, в общем-то, выражать ее на публике. Вот если сравнивать, например, Марину Пен, так сказать, адвокату по образованию, и дочанку, которая уже медсестра, бабушка. Да, с одной стороны, совершенно разные опыты, с другой стороны, опыт работы в Бельгии показывает, что там, с этим рекламам, националистам, достаточно много таких кадров профессиональных. Вот это говорит о том, что, в общем-то, националистические партии, они, в общем-то, пытаются зарывать респектабельность путем включения в свои ряды, так сказать, уважаемых, образованных людей. Ну, она не очень образованная. Она медсестра. В общем-то, да, все равно. Спасибо. Спасибо. Так, еще какие-то мысли, извиняюсь, тут наговорили, наговорили, наговорили. Вы что-нибудь скажете? На что именно? Нет, на что именно? А вы, вы, вам представляет удовольствие, что молодые ребята, молодые девушки делают картины совершенно потрясающие. Не заметно? Нет? Так, вот у вас, я там очень с интересом смотрели, мы вам пишали. Скажите, вот, скажите слова какие-либо. Скажите ваши ощущения. Я, правда, тоже волк не видел, поэтому, извините. Волк не видел, тоже ничего. Вы знаете, мне совсем не показалось, что автор и фирма... Спокойно дают возможность высказаться своим героям, по-моему, и, как раз, наоборот, очень навязываются в предыдущую точку зрения. И, вот, я в автор и фирме вижу, как раз, ту же проблему, что имеют герои, это большой страх, ну, фашисты боятся народы, а если точно так же относятся к фашистам, которые они показывают, да, вот, например, боятся, они, именно, это, вот, эти границы. Там, например, он под Швейцарием, который не либер партия, который, как я помню, назвали, как только появился, ну, относительно нормальный, не говорящий технику с применением розыгрышей, тут же к нему дали авторский комментарий, что он любит оружие, значит, со своей девушкой он тоже любит стрелять, что-то, а когда он говорил, там что-то показывали оружие, ну, в общем, образ, понятный, какой-то лепит. То есть, лепить начинают? Да, да. Ну, когда это не надо, они с этим берут, когда берут сам не дают, материал, а они все должны. Вот, и, ну, отберет такой фасон, что, в общем, эти фашисты, они просто исключают, это такой уходный народ. А, а потом заменили мужчины, заменили себя женщиной? Ну, да, такой либерей. Фашисты поворачиваются, и что будет приятным всеми делом в человечестве. Вот. Ну, в целом, это, значит, мы, как бы, все же, немножко, немножко не знаю, потому что... То есть, вам не мешало это навязывание авторами и точкой зрения? Нет, это не мешало, просто это, ну, такая примитивная версия зрения, которая, ну, то поверхность... Такое европейское, да, такое, общепринято европейское. Такое евократическое все-таки футбол. Нет, я хочу сказать, что они проблему показывают более примитивно, чем она есть, на самом деле. Ну, то есть, они это представляют так, как будто это вот такая-то все благополучная... Заноза на рынке. Да, некоторым вот это все-таки не хочется. Такое звериню. Ну, да. На самом деле проблемы не решаются. Спасибо вам большое. А кто вы по профессии? Я программист. Системно вы рассказали, системно я могу сказать. А ваша скучница что-нибудь, я ее миновал когда-то сам. Вы интуитивно очень правильно сделали. Вы все вон. Я отдыхаю, да? У меня пятница. Хорошо, хорошо. Давайте мы подведем черту. Тем ехать. Все, вы ей сказали. Вы хотели сказать? А вы видели картину от начала до канджала? Я пришел к вам, что зовут Смолкова. Понятно. Вовремя, вовремя, вовремя. Вовремя. Ну, что ж, давайте. А у вас есть такие, где вы уже так расслабились и уже... Расслабился, но есть, конечно. Всегда есть. Да, ну, так давайте. Ну, что хочу сказать. Вводился Советский Союз. Так. Я этого начинаю. У Евросоюза. Да. Это, видимо, как бы суждено всегда вот так вот. История по спирали развивается. 70 лет назад как бы одни националисты были. Потом тишина, запрет националистических партий. Сейчас снова начинается потихоньку. В общем, готовимся к Третьей мировой войне. Запасаемся продукты. Строим погреб. Спички. Я сегодня по каналу как раз в нашу географию как раз вот видел, как люди запасают продукты и готовят погреб. Это точно случайно. Это целая наука. Учимся стрелять. Учимся стрелять. А вообще мужчина должен иметь запасы, хорошее хозяйство. Нам уже давно это как бы не нужно. Уметь стрелять из звука, из пистолета, из пулемета. Вот эта вещь в конце концов нужна. Это мы расслабились. И даже приготовить хорошо не можем уже. Так, ну что ж, давайте спасибо. Карина, заключай последние слова. Оно вставает на следующее. Я напоминаю, что на следующий день, 8 числа, у нас был в гостях Николай Милетич. Мы продолжим дискуссию на эту же тему. И он представит свою картину по книге Сложеницына «Тайная история анхитилага». Так что приходите, будет интересно. Чтобы хотя бы заинтересовала Милетича, что это за человек? Французский документалист. И все? Это человек, если вы найдете человека, которого изгнали в свое время из СССР за некоторые воинцы. Он был изгнан. Он любит Россию и ее знает, если это было давно. Так что, так нельзя французов, которые любят Россию и не так много. И вы, кто-то зря. Ребята, с «Русским маршем» дело темное. «Русские марши» разделились на, по-моему, еще несколько малышей. И в конце концов, это будет... Ну нет, а там все, там развал, развал ценностического движения. Что? Ну, я не против. Я Казани ублю. Ты что? Я очень люблю. Этот, тебе детей тебя убил в Казани? Да. Да? Да. Я там учился, так словами, так будет. Будут, будут. Ты что? Да, идут, да? Будут, а почему бы... Да, заедут. Я сам на этом прощаю. Я, да, спереди, за проблем. Спасибо вам за... Приходите это, поддержите своего француза и его это... Да, спасибо, что вы решили. Да. Спасибо.